Девочки, познакомьтесь, это Люда, врач-реабилитолог проекта «Диетам бой». Люда, сейчас пару слов о себе расскажет и приступим к делу. Да, я врач-реабилитолог на «Диетам бой», уже работаю в проекте, и мы сейчас вот только запустили 43-й поток, на каждом потоке около 30 человек, с которыми мы работаем, то есть момент работы с людьми уже за 4 года в «Диетам бой» и более 10 лет занятия реабилитацией, ну, скажем так, опыта немножко хватает, и могу с вами поделиться. Но хочется поделиться, знаете, тем опытом, который вам нужен для профилактики, для того, чтобы вы чувствовали себя бодро, здорово, красиво, уверенно, потому что любовь плюс здоровье – это всегда, конечно, красота. Вот как-то так вот нужно совмещать. И сегодня мы хотим поделиться упражнениями, которые, кроме того, что мы начали тему подтяжки кожи, которые уже мы все-таки уходим по весу, мы уменьшаемся, становимся стройные, красивые, легкие, но кожа чуть-чуть медленнее за нами успевает, поэтому нам нужно ее взбодрить и к лету привести ее в такой вид, чтобы вы себя уверенно чувствовали с такими короткими рукавами. И вместе с этим, как бонусом, кроме того, что подтянется кожа, вы укрепите мышцы рук, сделайте профилактику для шеи, потому что очень частая такая ситуация, с чем я сталкиваюсь, это когда женщины очень хрупкие, очень нежные, но на свои плечи берут чуть больше, чем они бы могли вынести. И в итоге руки слабые, и все рассказывают, что я не отжимаюсь, у меня руки слабые. Вот здесь, да, есть провислости, но все это потом ложится на плечи, и здесь начинает все зажимать. Образуется холка, образуются такие зажимы, которые потом ухудшают кровообращение в голову. Поэтому мы начинаем с того, что мы улучшаем вроде бы внешний вид, и бонус – получаем здоровье. Эти упражнения желательно выполнять каждый день. Делаем мы его первую неделю 15 раз, вторую неделю делаем 2 раза по 15 раз, третью неделю 3 раза по 15 раз и доводим на 4-5 раз. Выполнять его можно в любых условиях, можно в комнате. Более сложные варианты, которые уже имеют опыт с отжиманиями, могут переместиться на стул или на пол, но мы начинаем с более легкого, а дальше будем усложнять программу. Для того, чтобы не занимать ваше время, я сегодня на кухне. Елена находится в комнате, и нам нужно расположиться так, чтобы у вас был доступ к упору, и вам ничего не мешало. Наше сегодня снаряжение – это дополнительные бутылки, которые всегда есть под рукой. Бутылка воды. Куда вы можете налить пол-литра, литра, полтора литра? Можно взять, да, такие? Я взяла специально именно с этими напитками воду, потому что ее уже нет у меня больше полутора лет в рационе моем. То есть это те вещи, от которых я отрабатывала. Отрабатываем. Отрабатываем, да. Те вещи, которые теперь отрабатываем. Да, да, да. То, что есть всегда на кухне, и его всегда удобно держать, потому что очень комфортно, когда есть такой обхват у бутылки, да, и она не выскальзывает из рук. И если у кого-то есть, сейчас у многих есть резинки, да. Начнем с самого простого. Каждая наша, да, тренировка должна начинаться с разминки. Мы подготавливаем плечи, шею, руки, кисти. Начинаем с кисти. Растопыриваем пальцы вперед, сжимаем кулачки, опять разжимаем. Делаем все разминочные упражнения по 10 раз, чтобы не сбиться. Предлагаю с нами присоединяться. Да, присоединяйтесь. Нечего сидеть возле холодильника и медитировать на него, а присоединяйтесь к нам. Ему говорить до свидания, холодильник, до свидания. Да. И потом раскручиваем кисти. 10 раз во внешние стороны. 10 раз вовнутрь. Противопоказаний этим упражнением нет. Единственное, перелом руки. Или, ну, к сожалению, если у кого-то есть парезы после инсультов или каких-то травм, руки в стороны и к себе раскручиваем в локтях. 10 раз к себе. Нужно разогреть суставы, для того, чтобы туда прилила кровь. С кровью потом увеличивается количество еще симвальной жидкости и смазки в суставах. Поэтому перед каждым упражнением. Но данные упражнения вы можете использовать в быту. Просто подошли к холодильнику и 15 раз отжались. Опять этот пресловутый холодильник. Ну, есть такая вещь на кухне. Поэтому подальше, да. И раскручиваем плечи назад. Хорошо так, чтобы поднимаем и соединяем лопаточки назад. Вдох-выдох. Вдох-выдох. 10. Какая у вас красивая футболка с крыльями. О, Боже мой, Людмила. Спасибо за комплимент. И вперед 10 раз. Все мышцы между собой связаны. И если у вас есть напряжение в кисти, что здесь тоже будет участвовать, оно попозже тоже есть. Ну, есть люди, которые работают и очень задействована кисть. Оно передает напряжение потом в руку выше и может отдавать в плече, либо в шее. Поэтому кисти всегда нужно растягивать. На себя. Можно вниз, на себя, вверх-вниз. Это немного разное ощущение. А сколько так секунд задерживать? Возьмите за 10. Вот так, чтобы не путаться. Чем дольше, тем лучше. Ну, хотя бы 10 секунд. Если есть напряжение, вы можете упереться в любой стол пальчиками и продавить кистью. От себя. Хорошо нажать. Ну и приступаем к нашему интересному. У нас будет всего 3 упражнения. Первое упражнение – отжимания, но в двух видах. Мы меняем по очереди. Сначала мы становимся, делаем на вытянутые руки упор. И делаем такой хороший шаг назад. К сожалению, тут не совсем я могу раскрыть экран. Вот так, чтобы у вас... Я надеюсь. Не отводим таз назад. Ни в коем случае не проваливаемся в поясничном отделе. Удерживаем голова, плечи, спина, таз, ноги ровные. Вот. И тянетесь в коконник. Я сверну свою рабочую поверхность, чтобы зрительнику... Как это должно быть. Я думаю, у каждого есть такой стол книжка, а на кухне есть какой-нибудь врачебник. Значит, наш шаг назад. Да, руки на ширине плеч. Захватываете так, чтобы вам было удобно. Упираетесь пальчиком. Пятки стараетесь тянуться к полу, да, но если не получается, упираетесь на среднюю часть стопы. Вот. И наклоняемся потихоньку. Кто насколько уверен в себе. Наклонились. Сделали вдох. На выдохе выровняли руки. И теперь упор на руки. Не встаете за счет спины. Локти в стороны. Так. Вдох-выдох. Делаем 15 раз. На уровне одного шага, да? Да, на уровне одного шага. Старайтесь не проваливаться в лопатках. Весь упор и нагрузку переносите на руки. Это, Люда, то, о чем вы говорили, что я спокойно сжался. Так действительно могу? Да. Когда делают, рассказывают, что слабые ручки сделали из 40 трехлитровых баночек консервации. У кого здесь слабые ручки? Заводите, покажите мне слабые руки, да? Да. Вот одно право выполнив. Да. На 15 раз. Второй вариант. Когда их можно менять, можно объединять вместе, когда вы прижимаете уже локти к себе. Вы также упорно вытянутые руки, шаг назад, локти прижаты, и вы опускаетесь, поднимаетесь. Также на вдохе опустились, на выдохе выровняли руки, опустились, выровняли руки. Все внимание на руки. Локти не растопыриваете, а к себе. Так слабнее. Тоже 15 раз. Но здесь больше включается трицепс, и как раз то место, которое нужно быстрее подтянуть. Тоже 15 раз. Тоже 15 раз. Но забежав на кухню, хотя бы 5 сделайте обязательно каждый день. Пока готовится блюдо, которое я сегодня готовила у нас в канале, курочка с кушенными овощами. Да. Только сделали зажарочку. Только сделали зажарочку. Сразу же... Девочки, секундочку, посмотрите, я уже такая треба. Видите? Уже даже вспотела. Люда, что вы со мной делаете? Что вы со мной творите? Это такая косметическая процедура. Я вас поняла. Я хотела натянуть кожу. Момент второго упражнения это планка с поворотом. Упором на, опять-таки, столешницу или стол. Да? Я просто... Мы, когда подходим к столу, вам нужно занять такое положение, чтобы ноги не уезжали, потому что там будет немного статика. И желательно, чтобы это были не скользящие тапочки, и, ну, как бы, безопасность должна быть. Потому что часто бывает при выполнении упражнений, если ноги разъезжаются, то вы думаете не о руках, вы думаете, как бы ему не уехать куда-нибудь вниз. Поэтому... И либо босиком, если у вас пол, то есть такая сцепка, как бы специально ее обеспечить. Упор, шаг назад, планка, и теперь сделаем на выдохе разворот руки назад. А ноги вместе или на ширине плеч ноги? Так, что? Ноги вместе или на ширине плеч? На ширине плеч. Старайтесь чаще занимать положение так, чтобы плечи, тазобедренные суставы, колени и стопы были вместе. Так, разворачиваемся, удерживаем таз и делаем поворот. Выдох, вдох, в другую сторону, выдох, вдох. И так 30 раз. Голову не опускаем, удерживаем на одном уровне. Потихоньку нос, следим за руками, внимание на дыхание. Рука прямая, то есть вы развернули и стопнутое прямое. Также идет укрепление мышц спины. Прорабатываются такие складочки, которые не всегда женщинам хочется видеть. Не сзади, на спине. Ну, при этом укрепляются мышцы рук и кожа подтягиваем. Есть? Да. Хорошо. Если есть напряжение, чуть-чуть. Стряхнули ручки. Так. И еще одно упражнение это то, что с бутылкой или с гантелями. Первый вариант. Можно взять одну бутылку, но может быть достаточно сильное напряжение на шейный отдел. Смотрите индивидуально. Попробуем первый вариант с бутылкой. Выполняем 15 раз. Захватываем бутылку. Так. Руки прямые. Опускаем вниз. Выравниваем. Опускаем. Выравниваем. 15 раз. Голову не наклоняем. Есть. Да. Есть вариант с каждой рукой. Если вдруг у кого-то очень неудобно, ну вот как-то совсем руки не сходятся, да, нам нужно одной рукой заводим. Да. Можно 15, да? Да. Тоже 15 на каждую руку. Другую. Лучше начинать с нагрузки на каждую руку отдельно. Пока тело привыкнет. И если у кто-то хочет сэкономить время, то тогда уже сразу две руки. Ну то есть начинать можно с полулитровой бутылочки, да? Да. Полулитровой бутылочки. Так. Резинка. Есть. Так. Растягиваем, вытягиваем перед собой. захватываем чуть дальше, не на сам сустав, чуть дальше. Угу. Не на суставе. Так. Руки прямые. Угу. 12 раз разводим перед собой. Голову держим ровно, да? Да. Вытягиваемся латушкой, не опускаем. Шея тоже чувствуется, поэтому потихоньку, но это очень полезное упражнение. У нас сейчас резинки средней такой жесткости, поэтому можете начинать с маленьких, легких, если у вас есть варианты. Угу. Средняя жесткость, она самая универсальная. Есть. Если вдруг появилось напряжение в шее, создайте вибрацию, если вдруг оно есть. Распустите. Так. И теперь наводим руки вверх. Так. ладошки к ладошке. Тоже 15 раз. Это упражнение. Можно делать перед телевизором. Да, да, да. Одной таблетки в день видеокомплекса, и вы увидите результат уже через неделю. Так. Я как я сделала. Есть. Вот это и всё. Но это первый этап. Точнее, нет, это второй. Первый этап это было питание, когда начал уходить вес. Второй момент это физические упражнения для того, чтобы увеличились мышцы, то есть они скажем, работая, участвуют всё время, да, но вот в такой специфике переключения именно на те, что нам надо, да, нужно чуть-чуть дополнительно их нагрузить, чтобы вы сконцентрировали там внимание. Плюс тут работает спина. Подтяжки рук невозможно добиться кожи без тренировки мышц спины. здесь вы укрепляете мышцы спины. Вы почувствуете результат, даже уходят боли в поясницы, в грудном отделе, в шейном отделе. Это всё тоже будет хорошим бонусом. И третий вариант, что мы дальше продолжим, но уже не в этом лайве, это физпроцедуры, которые нужно обязательно включать косметические такие вещи, которые будут очень благополучно и благоприятно воздействовать на нашу кожу, убирать эпидермис внешний, стимулировать кровообращение. Поэтому смотрите следующую нашу встречу. По поводу питания, кроме того, что поставить вопрос о том, что снижение веса и улучшение самочувствия, многие ещё рекомендуют разные добавки в виде коллагена, витамина и так далее. Это всё не работает, если есть воспалительные процессы кишечника. Если вы купите самый дорогой БАТ или витамин, который улучшает состояние кожи, но если ЖКТ где-то есть проблема, он просто будет проходить транзитом. Если не хватает какого-то минерала, если какая-то реакция не совсем, ну скажем, БАТ, не подходит, например, молочка, и вы включили в обед коллаген, да, ну как бы вы питьевой там, японский, и тут же съели молочку, которая вызывает воспалительный процесс лёгкий, он не будет там сильно заметен, кроме того, что лёгкое вздутие или какое-то неприятие, или набор веса там 200-300 грамм, всё, он уже не работает. Момент, когда вам именно нужно принимать коллаген, и нужен ли он вообще, для того, чтобы он не навредил, потому что некоторые очень полезные вещи, ну конкретно какому-то человеку не подходят, а вызывают обратную реакцию. Поэтому вот это всё для того, чтобы понять, что конкретно мне нужно, мы подбираем на диетам бой, то же самое и с тренировками, убираем страхи, что что-то не получится, я не могу отжаться, у меня не подтянутся руки, всё это работает, и нельзя ограничивать себя ни в чём, понять только, как вам взаимодействовать в этом мире с продуктами, с физнагрузками, и считается ли это нагрузкой, делать это всё в удовольствии. Да, в удовольствии, Ивкай. Вот один вопрос у меня был на эфире в Ютубе, хотела бы, возможно, сможете нам помочь с ответом, хрустят плечи, хрустят вот суставы, у меня тоже такое присутствует периодически, что это может быть, это тоже нужно какие-то тренировочки делать или? Ну, улучшить кровообращение самого сустава, нужны растяжки обязательно, вот после нашей тренировки нам нужно закончить это всё растяжкой, то есть мы и после трудового дня, когда мы поработали хорошо, в любом случае не обязательно эта тренировка, нам нужно расслабить суставы, потому что они все были в тонусе, и тогда это убирает, знаете, бывает хруст сустава за счёт того, что где-то мышцы более короткие становятся, то есть они более напряжённые, где-то они растягиваются, кто-то больше сидит, кто-то больше вот нагрузка на спину и нам не выдерживает длительную ходьбу или ну когда скажем, долго стоя работают, поэтому вот это всё нужно сбалансировать, вечером вы делаете растяжку, полный комплекс растяжки, сейчас мы сделаем только на руки, подтягиваем к себе за локоть, хорошо удерживаем, 15 секунд, потом другую руку, тоже на 15 секунд, хорошо подтягиваем, потом захватываем себя за локоть и назад, дышим, расслабляемся, варианты хруста могут быть связаны с проблемой в спине, где-то есть зажимы или немножко скажем, неправильное положение есть позвонков и ну разные бывают абсолютно причины и как только человек начинает заниматься спиной, хруст в плечах проходит, питание, есть недостаток белка или белок плохо усваивается, либо плохо усваивается магний, вот это всё тоже только выполняется, у меня, например, при всём не нагрузке, а вообще, то есть у меня 3-4 тренировки, иногда 5 тренировок в день, и в какой-то период я решила, что мне как бы мясо за много, я хочу уменьшиться, я уменьшила количество белка, при том, что физическая нагрузка выросла и у меня начался хруст в суставах, как только я вернула количество положенного белка, хруст в суставах прошёл. Момент вот этого коллагена в виде холодца, то, что есть кожа, кожа вот это в рыбке, кожа курочки, вроде бы её и нельзя кушать, да, но если это холодец, то есть варианты, когда нужно просто понимать, насколько она калорийна, как вам её совмещать со всем остальным, разные вот крящики, вот это вот всё коллаген, тот, который улучшает состояние кожи и улучшает состояние суставов, это всё очень взаимосвязано, поэтому, когда ваша кожа начинает в тонус входить, и суставы также начинают себя очень хорошо чувствовать, вы увидите эту взаимосвязь. безумно благодарна за то, что вы согласились поучаствовать в эфире, я думаю, что ещё один эфир напрошусь к вам, если можно будет. Обязательно благодарю вас за приглашение, мне очень приятно с вами проводить эфиры и нести людям информацию, и хочется, чтобы все были более здоровые, счастливые, красивые, потому что счастье, красота — это вот в нашем самом... то есть ощущение, как мы себя ощущаем, если мы себя хорошо чувствуем, естественно, что мы чувствуем вот это счастье.